До моего ареста в 2014 году мне сообщили, что они хотят тебя просто убить, не арестовать. Лейла Юнус, азербайджанская правозащитница, родилась в 1955 году в Баку. В конце 80-х была частью диссидентского движения. Возглавляла социал-демаркатическую партию Азербайджана. После распада Советского Союза руководила информационно-аналитическим отделом Минобороны. После прихода к власти Гейдара Алиева занялась правозащитной деятельностью. В конце 2014 года передала в ЕСПЧ список азербайджанских оппозиционеров, которые сидят в тюрьме. Через несколько месяцев Лейлу Юнус вместе с мужем задержали в Баку. Их обвинили в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и госизмене. Летом 2015 года Лейлу Юнус приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Но спустя несколько месяцев заменили срок на условный. Супругов Юнус выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья, но не оправдали. После освобождения они эмигрировали в Нидерланды. Просто убить, не арестовать. Я сделала пресс-конференцию в Баку и об этом рассказала. И после этого бывшие политзаключенные, которые были военнослужащие, которых я всех защищала, они сами встретились и организовали мою охрану в Баку. Утром они приходили ко мне домой на разных машинах, разные здоровые бывшие военнослужащие. Отвозили в офис. А из офиса потом домой. Я никуда без них не ходила. Так прошло больше двух месяцев. Потом они, когда поняли, что ничего не получится, нас арестовали. После этого мы знаем, что они все время на нас охотятся. Знаем. Я не хочу к вам идти, я хочу поспать. Сыны повезете? Да. Да, я что, смевала, что ли? Сколько будете меня связывать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сколько важно меня одну? Не надо, что устраивать. Сколько она? А что я сделала? Не ушли ни в бандам. Я хочу знать, в чем меня обвиняют. По какой статье уголовного кодекса? Вам будет объяснять там. К сожалению, европейские политики не имеют представления, что в отличие от Армении, Грузии, Украины, у которых есть два пути развития в Россию или на запад к европейскому сообществу, у Азербайджана есть третий путь, как у всех бывших советских мусульманских республик, в ислам. Насколько он реален? В 1979 году 1900, когда была революция в Иране, я работала в Академии наук. Все были счастливы, что наконец свергли Шахариза Пехлеви. Никто не ожидал прихода к власти Хамени, который установил жутчайшую диктатуру. Сейчас в Азербайджане Ильхам Алиев, имея нефть, огромные деньги, покупает европейских политиков. Покупает совершенно открыто. В 2011 году я выступила с тем, что докладчиков парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Педро Аргамунта из Испании и Дебона Греха из Мальты купили. Они делали пресс-конференцию в сентябре 2011 года в Баку. И я пришла на конференцию, и когда они закончили свои выступления, какой замечательный Ильхам Алиев, я задала вопрос. Я сказала, у меня только вопрос, how much you received from Ильхам Алиев, how much money, and exactly what's your price? Как вам кажется, а нынешние переговоры с Макроном? Не только с Макроном. В июле этого года Ильхам Алиев был в Брюсселе. И подписали с Фредерикой Магеррини, руководителем по внешней политике Евросоюза, соглашение о приоритетах партнерства. Приоритетах. Там ни слова о правах человека. Ни слова. Это было 11 июля. А вы знаете, 10 июля начались аресты. За июль-август этого года арестовано 66 человек за два месяца. И застрелено, просто застрелено 6 человек. Скажите, вам кажется, что западные страны просто не видят в этом проблемы? Игнорируют. Не хотят видеть. Не не видят, а не хотят видеть. Абсолютно. Они поддерживают полностью самый жестокий диктаторский режим. Ильхам Алиев ездит в Париж, Макрон приезжает, в Брюсселе подписывают восточное партнерство и так далее. Это из-за нефти, условно говоря, и торговых связей? Из-за нефти. Из-за того, что много можно перечислить пунктов. Но очень хорошо написала газета Liberation. Я давала им интервью как раз накануне визита Ильхама Алиева, нашего диктатора в Париж. Они написали, Евросоюз, Азербайджан. Бизнес важнее прав человека. Расскажите нам, пожалуйста, ситуация с правами человека в Азербайджане, она так же устроена, как в России? Или есть какие-то специфические вещи, которых в России нет, например? Россия, Белоруссия, Азербайджан. Давайте так посмотрим. Сегодня в Белоруссии двое политзаключенных. А какое население в России? 146 миллионов. Но там тоже не больше 20. А у нас 10 миллионов, сейчас 150 политзаключенных. Из них 80 это мирные верующие мусульмане. То есть в процентах гораздо больше. Гораздо больше. Сколько людей ежегодно, ежемесячно умирают от пыток в заключении в России и, например, в Белоруссии или даже в Туркменистане? По всей видимости, в Азербайджане тоже эти цифры гораздо выше. В прошлом году мы делали специальное исследование. Были аресты в провинции Тертерский район на границе с Карабахом. С апреля по июль 7 человек замучено под копытками. За 2 месяца. Они замучили больше. Я уверена, там порядка 20. Но я смогла собрать полную информацию о семье. То есть когда арестовали, когда похоронили, говорила со всеми родственниками по скайпу. Мальчики есть там, 95-го года рождения. Такие лица. Один полковник, двое детишек у него осталось, 5-7 лет. Это и никто, нигде, понимаете? Когда нас арестовали, да, была реакция. Мы известные правозащитники. За нас международное сообщество вступалось. Но вот за этих малоизвестных граждан, их убивают просто так. Это точно так же выстроенная система, которая просто перемалывает все то, что... Абсолютно система. Смысл этой системы. Установить жесткую диктатуру, авторитарную, вот такую схему власти, чтобы нигде ничего. Начал он самую жестокую мясорубку с 2013 года. В январе 2013 года на сессии ПАСЭ 125 депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против резолюции политические заключенные в Азербайджане. Резолюции, подготовленные немецким депутатом Кристофером Штрассером, которому даже не дали приехать в Азербайджан. Ему не дали визы. Ему не дали визы докладчику. Совет Европы промолчал. Мы помогли составить эту резолюцию. Я лично вот очень много материалов предоставила. Когда они эту резолюцию провалили, я поняла тогда, что деньги. Но сейчас мы уже знаем, что он заплатил, была комиссия, которая сделала отчет, 3 миллиарда евро. И аресты начались уже 4 февраля. Вот Эльгар Мамедов, Тофик Ягублу, активисты оппозиции были арестованы уже 4 февраля 2013 года. Совет Европы зажгли зеленый свет самым жестоким репрессиям. И мы все были арестованы, правозащитники, журналисты. Это 2014-2013 год. А нет, нет, вы иначе силой меня ведете. Сейчас раннее утро. Он ночью мне не дал спать. Присылайте повестку, приду. Вам повестка была вручена? На 3 часа и вручили в 6. Я действую по закону. Они мне даже не объясняют, по какому делу они меня приглашают, что они от меня хотят. Сегодня в Азербайджане нет независимых НПО, нет институтов гражданского общества, нет ни одного независимого средства массовой информации. Где люди сегодня встречаются, чтобы поговорить о ситуации? В мечети. Поэтому число арестованных верующих увеличилось. Их стало намного больше. Как я сказала, из 150, 80 это мирные верующие. А выход из этой ситуации вы лично видите каким? То есть Алиев находится у власти достаточно долго, учитывая даже, что это второй Алиев. Они еще третьего приготовили. С одной стороны, несменяемость власти, с другой стороны, преемственность власти и абсолютно очевидный вектор, о котором вы говорите. Султанат средних веков. А есть ли из этого какой-то выход? На сегодняшний день Азербайджан также полностью игнорирует все решения Европейского суда по правам человека. И Запад молчит. Выход. Необходимо серьезно относиться к этой маленькой стороне Азербайджана. Необходимо, чтобы были санкции. Чтобы задействован был механизм комитета министров Совета Европы против страны, который игнорирует решение Европейского суда по правам человека. Необходимо санкции. И видно, что это работает не лучшим образом. Ну, сравнили Россия с ее атомным оружием и всем-всем-всем. Если бы Ильхаму Алиеву не нужна была Европа, он бы так с европейцами не общался. И еще. Есть Карабахский конфликт. И есть Армения. И никогда Армения не отойдет от России. Глобал-магнитский акт. Что бы ни было, Азербайджан не Россия. И если хотя бы 5-10 преступников во власти, информация о них полностью выложена на нашем сайте Института мира и демократии на русском и английском. Там имена прокуроров, следователей, судей, которые пытали, забивали насмерть. И со всем полным банком данным, когда бил, кого бил и так далее. Если их внести в список, хотя бы шенгенскую визу не давать. Вы знаете, они во Франции устраивали семинары для судей азербайджанцев. То есть эффект будет гораздо больше, да? Конечно, необходимы санкции, необходимо прекратить вот это подписание восточное партнерство Евросоюза. Необходимо внимание к тоталитарному режиму. Как вам кажется, люди могут как-то на эту ситуацию повлиять? Возможно ли, что какие-то изменения снизу в Азербайджане? Ну, у нас было, неоднократные были выступления граждан. В том-то и дело, что каждое выступление заканчивается очень жестокими репрессиями. И отличие наших репрессий от репрессий в той же России, что арестовывают, дают административный арест в России, правильно? Или уголовное дело открывают. А у нас расстреливают. Расстреливают на месте. И говорят, что он оказал вооруженное сопротивление. Мы провели исследование, посмотрели на фотографии. На фотографии лежит мужчина на полу, расстрелянный, и у него в руках пистолет. С такой высоты, когда он падает на пол, он пистолет не уронил. А когда мы распространили в социальных сетях, ну не я, конечно, я сейчас не в Баку, фотографии замученного под пытками молодого парня Юниса Сафарова. Международная пресса об этом написала. Либерсион, Лемонт написали. И спросили депутата Европарламента, румынского, Норику Николаев, который ответственен за подготовку соглашения с Азербайджаном. Почему вы прокомментируете, пожалуйста, пытки в Азербайджане? Депутат Норика Николаев. И она сказала, а вот, государственное агентство АПА, агентство государственного Азербайджана, заявляет, что никаких пыток в отношении Юниса Сафарова не было. Вот что сказала депутат. Выбирать, кому верить. Почему выбирать, кому верить? Не надо выбирать. Его пытались, фотографии есть. Фотографии есть. Я имею в виду, что она решила поверить государственному агентству. И это еще одно свидетельство того, что Ильхам Алиев очень активно работает не только в Совете Европы, но и в Евросоюзе. Уполномоченная по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова в своем выступлении на конференции отметила, что политика Азербайджана, а также всесторонние реформы, проводимые президентом Ильхамом Алиевым, дают эффективные результаты, в том числе в сфере защиты прав человека. В республике существует стабильность. Она подчеркнула, что концепция развития Азербайджан-2020, «Взгляд в будущее» и другие государственные программы, системные и планово реализуемые в Азербайджане, созвучны программе цели устойчивого развития ООН и служат всестороннему развитию страны. В нашей стране царит стабильность. Без какой-либо дискриминации обеспечиваются основные права всех категорий населения. Вы не могли бы рассказать, после того, как все это произошло и после того, как вы переехали в Нидерланды, чем занимаетесь, как устроена ваша жизнь? Ну, во-первых, нужно сказать, что я правозащитник уже более 30 лет, и в Советском Союзе я была членом подпольного движения национальных меньшинств противобольшевистского режима. Мне Черновил дал туда рекомендацию. Когда развалился Союз, у нас были большие надежды, что мы будем жить в независимом демократическом Азербайджане. В 1995 году мы основали Институт мира и демократии, который занимался правозащитной деятельностью на протяжении всех этих лет. После ареста, после пыток, в 2016 году, когда мы приехали в Нидерланды, мы восстановили работу института. Уже в Нидерландах без проблем зарегистрировали Институт мира и демократии, как ни правозащитную организацию. И сейчас продолжаем работать по нескольким направлениям. С коллегами из Азербайджана, конечно, андеграунд, собираем список политзаключенных, всю информацию. Но настолько откровенно получилось собрать, что мне сейчас часто звонят прямо из колонии, из бакинских колоний, звонят на мой голландский номер, чтобы рассказать о ситуации. Я не ожидала, но это тоже есть. Звонят все время родственники тех замученных и подробно все рассказывают. Поэтому у нас информация из первых уст. И другую большую работу, которую мы проделали, мы с мужем написали книгу, которая называется «Из советского лагеря в азербайджанскую тюрьму». Книга издана уже на русском языке в Польше и на немецком языке в Вене. Ее презентация будет в Германии 8 ноября. Мы будем открывать книжный фестиваль. И для нас очень важно в этой книге показать опять-таки европейскому читателю, что такое маленькая страна Азербайджан и как страшно будет развитие в этой стране сирийского сценария. Книга состоит из двух частей. Первую написал муж. Это о пребывании в тюрьме. В тюрьме, в которой он содержался, это СИЗО, Министерство национальной безопасности. Это крытая тюрьма. Ничего о ней нигде не известно. А я написала книгу о нашей жизни на фоне всей этой истории Азербайджана после распада Советского Союза до сегодняшнего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова